Всем физкульт-привет! С вами Сергей. Сегодня я хочу поговорить о том, как выбрать велотренажер. Это довольно такая вещь, которая с выбором не так просто, как, допустим, орбитрек или выбеговая дорожка, потому что обычно в описании, если вы покупаете через интернет, в описании есть не все характеристики. И основная характеристика, которая на велотренажере нужна вам, как пользователю, это максимальная высота сиденья, потому что велотренажеры подбираются в обе рост человека. Вот смотрите, для сравнения, это механический велотренажер, в данном сегменте он у нас самый дешевый, 4000 цена его на сегодня. Механический, 100 значит механический, то есть у него нет маховика стального, тяжелого, магнитного, вернее стального маховика и магнитного привода. То есть он имеет вот такое вот вращение, стоит колесо и там колодочного типа стимулировка нагрузки, колодочного типа и прижимается там осик и меняется нагрузка. И механический велотренажер, к примеру, уже магнитного. Во-первых, у него нет плавности хода, потому что у него нет тяжелого маховика. То есть у него, ну, как бы, рывками работает. Ну, помимо того, что эти модели в основном механические предназначены к вот небольшой рост человека, то до 160 сантиметров максимум, то есть по сути они больше для детей и подростков, потому что вот высота максимальное, видите, сиденье здесь 82 сантиметра, вот с моим ростом метр восемьдесят два, это совсем несоизмеримо. То есть у меня колени, во-первых, у меня амплитуды практически нет движения, здесь шатуны короткие и плюс у меня колени вообще не развиваются никак. Если бы хотя бы он вперед куда-то был вынесен, еще прозогнулись ноги, а так, то есть это вообще не для моего роста. И метр семьдесят даже, я вам скажу, здесь тоже будет педали вот точно так же. То есть, ну, эти модели вообще я не советую рассматривать. Будут травмы, будут проблемы со здоровьем, разве что для детей, могут подойти. Чем лучше магнитный велотренажер? У него есть маховик, стальной тяжелый маховик, у меня есть видео на канале орбитрек в разрезе, там показан принцип работы магнитного тренажера, это же касается и велотренажера, принцип одинаковый. Здесь находится стальной тяжелый маховик, здесь находится сама крестовина и за счет ременного привода маховик передает инерцию на педали. Соответственно, маховики есть разного веса, там от 6 килограмм до 10 килограмм и выше, там до 10-12 килограмм, это уже в профессиональных моделях. В домашней линейке, там максимум 10 килограмм я встречал и, соответственно, чем выше маховик, тем больше плавность хода, больше инерция и больше плавность хода, выше плавность хода. Известно, велотренажера лучше брать с маховиками, там хотя бы вот 8 килограмм, чтобы был плавнее хода. Если меньше 8 килограмм, то он опять же подойдет людям с небольшим весом, килограмм там 70-75-70 и больше, потому что им дальше уже не будет хватать эрци. Второй момент, естественно, на механике никаких тут регулировок, как видите, нет. Руль фиксирован жестко. Сидение, но сидение, правда, регулируется по высоте, но диапазон регулировки высоты здесь совсем небольшой, всего лишь 10 сантиметров. В отличие от магнитных, я, конечно, взял модель, сравниваю сейчас из не совсем дешевого сегмента. Этой модели на 150 килограмм рассчитано, но, тем не менее, в магнитных, в основном на всех моделях, высота, сейчас вот сюда покажу, сидение довольно приличное. То есть, вот смотрите, насколько его можно опускать. То есть, вот здесь 30 сантиметров точно регулировка есть. Это важно. Еще, если вы выбираете велотренажер, смотрите, чтобы была регулировка по горизонтали. Это тоже крайне удобно, и вы сможете, там, недостающие несколько сантиметров по длине ноги, там, скажем, чтобы у вас нога разгибалась. Если вам не хватает, вы можете вот этим еще поиграться и добавить. То есть, эта функция тоже очень важна. И еще желательно выбирать велотренажер, чтобы у него была регулировка самой ручки, вот этих рукояток, чтобы она имела возможность вот регулировать. То есть, вы могли выставить его таким образом, ручку, чтобы вы сидели вот ровно. Для чего эти все регулировки, чтобы вы потом под себя подстроили, чтобы вы ровно сидели во время занятия. Максимально комфортно, чтобы вам было. Вот как регулировки сиденья в автомобилях в люкс-классах, там можно вообще все регулировать. И руль можно регулировать под себя, вот почему эти модели дороже, потому что там все максимально рассчитано на клиента ориентированно, по его комфорту, чтобы он подобрал под себя все удобные положения руля, сиденья, точно так же и на велотренажере. Чем больше вот этих функций, тем удобнее, можно будет вам комфортнее сделать себе посадку. И потом со временем уже будет гораздо приятнее заниматься. Не будет никаких травм и нагрузок на суставы лишних. Ну и, конечно, модели лучше, как лучше, можно брать, конечно, модели с механическим переключением нагрузки. Вот как здесь, например, на руле есть регулятор нагрузки. Также и на магнитных моделях есть регулировки. Ну, лучше, если есть питание от сети, и здесь вы сможете уже потом, у нас сейчас он не включен, вы сможете всего лишь нажатием кнопки менять нагрузку. У меня есть обзор на эту модель, можно посмотреть на канале, и там подробно расписано и показано, как регулировать нагрузку на эту модель. Вот, в принципе, такие вводные вам нужно учитывать при выборе велотренажера. То есть, по росту подбираете, по комфорту, чтобы все регулировки были, руль, сиденья, по горизонтали, по высоте. Ну и, естественно, чтобы он подходил под ваш вес. То есть, учитывайте вес пользователя максимальный, который указан в технических характеристиках. То есть, тренажер должен быть, вот если у вас 100 килограмм, то он должен быть максимальный вес хотя бы на 100 килограмм. В любом случае не берите меньше, потому что это может сказаться, почему нельзя брать меньше вес. Потому что вы в максимальном положении, когда поднимаете сиденье, вот так, к примеру, стоп уже линейковый, максимум. То есть, у вас остается здесь, смотрите, ну, как бы немного тела, да, металла. Здесь еще, в принципе, приличный зазор, но есть на моделях более дешевого сегмента. Там совсем небольшое расстояние остается до площадки вот этой. И чем это опасно? Если у вас вес превышен, будет там расчетного веса. То есть, у вас, допустим, 100 килограмм, велотренажер рассчитан на 80 либо на 90. Вы садитесь на него, и здесь не хватает вот этого плеча на подседельном пальце, чтобы удержать ваш вес. И он может просто согнуться. То есть, опять же, смотря какой диаметр, какая толщина стенки металла здесь. Ну, в принципе, из-за этого не рекомендуется брать велотренажер с меньшим весом пользователя, чем у вас. В остальном, в принципе, он все выдержит. Там и шатуны нормально будут, и ручки. Ну, то есть, вы можете им переживать. Вот только из-за этого. Вы можете взять его с меньшим весом, допустим, велотренажер. Потому что я понимаю, что они по цене разные будут. Только в том случае, если у вас вес небольшой, и вы все-таки опустите сиденье на нужную высоту, вам этого будет хватать, вот тогда вы можете взять велотренажер немного меньшего веса. То есть, у вас 100 кг, вы можете взять, например, на 90 кг. Только в таком случае, когда вы не поднимаете его максимально. Все, по тренажеру я, наверное, что хотел сказать, сказал. Надеюсь, с выбором теперь у вас проблем не будет. Все модели, которые есть у нас на сайте, вы можете заказывать смело через корзину. С промокодом, который будет ниже под описанием, будет дополнительная скидка на любую из моделей. И увидимся в следующем выпуске. С вами был Сергей. Да пребудет с вами Сила. Субтитры сделал DimaTorzok